Всем привет! Это блог «Спорт» и день за днём о российском футболе, и я Тимур Валеев. Понадобилось некоторое время на то, чтобы переварить всё то, что рассказал нам за последние дни Валерий Карпин. Ну а теперь давай делать выводы. Все на месте, спортсмены! Многие начали хвалить главного тренера сборной России за его рефлексию, за то, что он может подвергать сомнению свои действия, за то, что он, наверное, больше похож на нас с вами, на обычных людей. Это сильно коррелирует с тем, как выступал на публике Станислав Черчесов, который не столько отказывался признавать свои ошибки, сколько не видел в этом глобального смысла. Валерий Карпин полная противоположность Станислава Черчесова. Он не боится сказать «я виноват», и более того, я даже сказал, он стремится говорить об этом как можно чаще. Чаще всего, мне кажется, это для того, чтобы снизить градус ответственности с футболистов, немножко снять вес с них и перенести его на себя. Это в целом правильное решение. Но сомнения самого Карпина насчет тренерских своих идей, насчет того, правильный ли футбол все это время он ставил в своей команде, вот это вот лично для меня вызывает большие опасения, потому что, ну, окей, я понимаю, что Карпин, может быть, был не первым кандидатом в сборную России, и вообще к нему обратились скорее из-за того, что большая часть других персонажей отказалась, но, камон, мы приглашали в сборную тренера. То есть, в словах Карпина сейчас очень многого звучит по-болельщески. То есть, это точно такой же взгляд может быть у нас с вами с трибуны на то, как играет сборная России, на то, как ведет себя, что делает тренер. Но, вроде как, Валерий Карпин – это тренер, причем не самый последний, и, конечно, он признавался перед матчем с Хорватией, что самый важный матч его в карьере – это не Россия, Хорватия, самый важный матч в карьере – это Урал-Ростов, и в целом его можно было понять, и он сам поэтому это все объяснил, что перед ним стояла тяжелая задача. Ему не удалось добиться поставленных целей в Майорке, ему не удалось это сделать в Армавире, потом его чудом пригласили в Ростов, и команда вот-вот вылетит. Ну, то есть, если команда вылетает, то тренер – до свидания, и карьера закончена. Тут Карпина легко можно понять. Не получается его понять, когда он говорит про то, что он, дескать, ошибался, он ставил команде футбол, и, в принципе, он продолжает говорить. Он верит, что с Хорватией можно играть в так называемый смелый футбол. Сразу сделаем ремарку. Смелый футбол в понятии Валерия Карпина – это выход из обороны в атаку через короткий средний пас, это розыгрыш мяча от ворот исключительно низом, а никак не длинными вперед, и это агрессивный прессинг. Это важная составляющая требований Валерия Карпина, и нет лично у меня уверенности, что вот конкретно вот эта команда способна не столько играть в такой футбол, сколько добиваться с ним результата. И я думаю, что футболисты немножко тоже опешили, когда план на игру с Хорватией оказался точно таким же, как и на предыдущие все матчи отборочного турнира под руководством Валерия Карпина. То есть, да, понятно, тренер был уверен, что футболисты смогут, но футболисты сами не поверили, что могут. И, возможно, футболисты оказались правы, что они не стали выполнять ту установку, потому что в итоге могли агрести куда больше, чем получилось по итогу. Да, 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 мы сейчас скажем, что контр-игра в любом случае нужна, и это как раз-таки проблема того, что игроки не могут играть без тренера. То есть, вот они решили отказаться от плана на игру, но альтернативы, как таковой, у них не было. Да и сам Карпин потом признал, что если уж мы бы планировали играть в тот футбол, который у нас в итоге получился, то состав был бы совершенно другим. Конечно, с первых минут не выходил бы Федор Смолов, появился бы Антон Заболотный, способный бороться за мячи после длинных передач. Ну и вообще, возможно, тогда бы имелось смысл вызвать в сборную России Артема Дзюк. Но возвращаемся к Карпину. Просто это тренер, еще раз повторю, это тренер, который тренировал команды. Это не тренер, который совсем еще зеленый, только что вышел из академии, только что с какими-то чисто теоретическими знаниями. Я не совсем понимаю. Карпина много раз спрашивали за время его работы уже в сборной. Общался ли он с Черчесовым, планирует ли он это делать. Каждый раз Карпин отвечал нет, причем с таким видом, словно он лучше знает вообще, как делать свою работу, и вообще не лезьте в это дело. Хотя мне кажется, что как раз-таки в вопросе про Черчесова есть хорошая мысль о том, что нужно проанализировать работу своего предшественника. Тем более, что это огромный пласт работы, целых пять лет в сборной, и как бы небезуспешно. Сейчас можно, конечно, списывать вообще все заслуги Черчесова, что, мол, и Испанию обыграли случайно, и Хорватию на самом деле не могли обыграть. Но статистика не врет. Именно под руководством Валерия Карпина с Хорватией сборная России провела просто худший матч вообще в своей истории, как минимум по точности передач. А это уже говорит о том, что команда уступала просто тотально, на каждом участке поля, можно сказать. Этого не было у Черчесова. То есть предыдущий худший показатель по проценту точности передач произошел в другом матче сборной России со Словакией. И любопытно, что победив довольно-таки слабую, не в форме, Словению, Валерий Карпин вдруг уверился в мысли, что сборная России может играть в атакующий футбол, смелый футбол, как он это назвал сам, против Хорватии. То есть, ну, не знаю, в моем понимании, Хорватия где-то вот здесь, а Словения, ну, где-то вот здесь. Ну, то есть это команды немного из разных категорий. Все-таки Хорватия это скорее приближенная к топам команды, и не случайно она вышла по итогу с первого места в группе абсолютно топовых сборных мира. Вот. И в этом смысле, опять-таки, я изначально говорил, что выбор Карпина в сторону такого футбола, он не имеет под собой каких-то оснований. Я немножко списывал это на то, что, возможно, я чего-то не понимаю, но получается, похоже, что именно Карпин чего-то не понимает, видимо, в футболе. И анализа предыдущей работы, по работе предыдущего специалиста проведено, не было абсолютно никакого. И то есть, ну, опять-таки, Валерий Карпин, вроде как, ну, мы все время его обсуждаем, как это серьезный тренер, уже неоднократно говорилось о том, что вот Валерия Карпина да надо в сборную России пригласить еще до того, как в итоге состоялось это назначение. Но получается, что как тренер Валерий Георгиевич еще не готов. То есть, ну, я общался на тему работы Черчевцева в сборной России, например, с Владимиром Федотовым, который тоже сейчас, пожалуй, в топе российского тренерства. И он мне объяснял, что проблема в качестве игроков. То есть, какие игроки, такой футбол. И, учитывая, что Черчевцев старался упрощать игру, где-то играя в длинных передачах, хотя это как бы конкурентное преимущество за счет Артема Дзюбы и так далее, более быстрых игроков и так далее. В общем, стиль Черчевцева был понятен. И он в целом давал результат, может быть, как бы не в целом матче, но на конкретных отрезках это уж точно. У Валерия Карпина получается футбол очень сложный. И чтобы добиваться успеха в такой манере, нужно иметь действительно высокого уровня игроков. И вот лично у меня большие сомнения, что опять-таки с таким подбором футболистов, которые сейчас есть у него, можно добиваться результата. И фактически мне кажется, что Валерий Карпин в какой-то мере подвел своих футболистов. Потому что, опять-таки, сильный тренер должен здраво оценивать как свою команду, так и другую. Опять-таки, привожу слова Федотова, который всегда говорит, не нужно учить футболистов делать то, что они в принципе сделать не могут. Не нужно их заставлять играть в Барселону, если они не обладают таким уровнем паса, приема и чтения игры. И, может быть, и сборной России стоило играть попроще. Опять-таки, об этом уже, получается, рассуждается, чем-то рефлексирует Валерий Карпин. И я боюсь, что просто время может быть уже упущено. Футболисты надеялись, что с Хорватии тренер им поможет. Но тренер, наоборот, по сути, получилось, загнал их в яму, из которой, по сути, за всю игру с Хорватией так и не смог подать руки футболистам, чтобы, в общем, оттуда выбраться. То есть, футболисты как упали в яму, так они там и оставались на протяжении всего матча. И Карпин им тренер, как бы, ну, второй отец, грубо говоря, должен быть в команде, никак не смог. Вот. И именно поэтому я, если честно, считаю, что Валерий Георгиевич не должен продолжать работу в сборной России, потому что вот эти вот отношения футболисты и тренер, они всегда очень тонко завязаны на психологии. То есть, если тренер показывает свою слабость, то часто футболисты от него отворачиваются и перестают ему верить. То есть, видите, все это на протяжении всего отборочного цикла Карпин требовал одно, 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 одно. В конце концов, футболисты сломались и не смогли, не поверили. Ну, то есть, уже на этом этапе не поверили. Если Карпин, как бы, будет готовить сборную к мартовским матчам, вопрос, а поверит ли ему на этот раз? Останется он при своем мнении, что должны играть именно вот в таком стиле, как он считает нужным, или поменяет стиль? Тут, как бы, это уже не очень важно. Вопрос доверия футболистов. Мне кажется, что оно было в матче с Хорватией подорвано, и это большая проблема. Я допускаю, что можно провести быструю смену тренера. Время на то, чтобы, как бы, осмотреться, есть. В принципе, прецеденты существуют. Например, та же сборная Словакии, где Штефан Таркович был назначен буквально вот в период стыковых матчей плей-офф Лиги Наций за выход на Евро 2020. Там была сложная схема с этим новым турниром. Но, в общем, если не ошибаюсь, то ли перед полуфиналом, то ли после полуфинала игра не устраивала Федерацию футбола. Они уволили тренера. Толком назначить никого, как бы, пригласить в успешном порядке не получилось. И взяли, как бы, его, исполняющего обязанности Тарковича. Он выиграл сборную Словакии на Евро. Ему логично доверили повести команду и на турнир. Он-то провел еще, получается, уже много матчей. И по итогу мы видим, что Словакия играет в очень организованный, качественный, понятный футбол. То есть, можно допустить такое, чтобы сейчас назначить нового тренера перед стыковыми матчами. Если он даже и, как бы, сможет завоевать путевку на чемпионат мира, то время на то, чтобы лучше познакомиться с командой, на то, чтобы что-либо наиграть перед турниром в Катаре, у него будет. Потому что там еще, получается, все, лето, ну, весна, лето, осень. И только в декабре будет чемпионат мира. Время есть потрясающее. Как бы, я думаю, что и кандидаты именно зимой, вот сейчас, получается, в этот период, можно, как бы, найти и рассмотреть. Это было очень сложно сделать летом, когда оставалось там буквально 2-3 недели до возобновления чемпионата России. То есть, можно было тогда, по слухам, рассматривали и Симака, и Федотова. Но оба отказались. И логично, потому что они свои команды, как бы, уже подготовили к новому сезону. И, ну, и даже тот же Картни, если вспомните, согласился возглавить команду только из-за того, что согласились в РФС на совмещение. Потом он уже ушел, это уже совсем другое. Так сейчас можно реально договориться с тренером, с тем же, например, Владимиром Федотовым, который на втором месте с Сочи идет. Ну, то есть, он явно тренер, который сейчас выжимает максимум из своих футболистов. И делает это на довольно-таки стабильной манере. Причем, как бы, игра, ну, всем нравится, как Сочи играет. Там, комбинации, игра на третьего. Вот кто действительно научил, мне кажется, своих футболистов играть в смелый футбол. А совсем не Валерий Карпин, а Ростов. Тем более, что Ростов абсолютно никаких достижений не имел, как мне кажется. Вот, а выход в Еврокубке, ну, мне кажется, что Сочи для первого своего выхода в Лигу конференции сделал гораздо больше, чем тогда сделал Ростов. На этом кандидаты в целом, как бы, не заканчиваются. Можно рассматривать иностранных тренеров. Это и Сандро Шварц, например, в Динамо. Ослободен сейчас, кстати, главный тренер Северной Македонии, который вывел сборную на Евро. А сейчас его сменщик просто очень-очень прошел отборочный турнир Чемпионата Мира. И тоже попал в стыковые матчи. И это все большая заслуга Игора Ангеловича, если я правильно помню его фамилию. В общем, не суть, я подпишу. Вот, и на самом деле я бы серьезно рассмотрел даже возвращение Станислава Черчества. Тем более, что РФС с тренером не ссорился. Ему даже поздравляли с днем рождения, поздравил Александр Дюков. Вот, и в целом ситуация с его возвращением может быть очень-очень даже уместной. Потому что, как мы уже обсуждали в начале, где-то в середине этого ролика, что под руководством Черчества сборная показывала не такой плохой футбол, как был при Карпине. Вопрос, можно ли лучше, как бы, мы так вообще не выясним. Как хуже, оказывается, можно. Это мы уже поняли. Вот, и Черчества, на самом деле, я уверен, ну, он же рассказывал, что он, типа, полевой командир. Если Родина зовет, надо идти. Так что, я думаю, что, правда, возвращение Черчества могло бы быть очень кстати, я считаю. Тут вопрос еще важен в том, что, кто нам нужен. Мне лично казалось, что нам нужен был тренер сборной России, который сможет вывести нашу команду на чемпионат мира в Катаре. Но практика показывает, что игра становится хуже, но болельщики становятся довольнее. То есть, наверное, нам нужен был некий шут, некий клоун, который будет очень много говорить, очень много давать поводов для обсуждения и якобы, как бы, говорить открыто и понятно. Мне понравилось, если честно, что, да, Валерий Георгиевич посвятил много проблем российского футбола, в частности, детско-юношеского, который, как всегда, не особо все всегда замечают, обращают внимание на другие моменты. Но в то же время, ну, я не вижу, чтобы наша сборная реально становилась сильнее. Да, где-то мы видим, там, игру, там, в передачу, в пас, как бы, продвижение, но все это настолько разбито, настолько разрознено, что нет цельной игры, которая более-менее, как бы, проглядывалась у Станислава Черчесова. Сейчас принято огульно критиковать Станислава Саламовича за то, что детской игры не было, навесы над зюбой, вообще в атаке ничего не делали, но это абсолютная ложь, как бы, в матче на Евро спокойно выиграли, как бы, в Финляндии, хотя, ну, сейчас, опять-таки, мне уже тоже говорят, что, да, что нам мериться по Финляндии, да, кто это, что это вообще за команда и так далее, но я считаю, что на детско-юношеском уровне сейчас в Финляндии сделано гораздо больше, например, чем в России. Да, это звучит, может быть, дико, но такого данность, и поэтому я бы не оценил сборную Финляндии сейчас так уж ниже, чем сборную России, потому что футболисты, которые сейчас, как бы, играют за сборную Финляндии, не сильно-то успевают, не сильно-то проигрывают в качестве игрокам сборной России, вот, и получается, что, в целом, по Финляндии можно оценивать, как бы, игру сборной России, а, ну, Дания, Бельгия, как бы, на Евро, ну, это космос, потому что это действительно невообразимый уровень, и сейчас опять скажут, да, где эти датчане, да, камон, они этот отборочный турнир выиграли практически с 10 победами, только в Шотландии последний матч уступили, и, ну, это невероятный результат, если я не ошибаюсь, раньше это толком никому и не удавалось, может быть, только сборной Англии, но они всегда чемпионы всяких отборов, вот, но, в любом случае, сейчас в РФС, как бы, надо принимать решение, я считаю, да, там, вроде как, шла речь об автоматическом продлении контракта Валерия Карпина, но, как мы видим, Валерий Георгиевич продолжает сомневаться настолько, что уже не уверен, сможет ли он подготовить сборную к стыковым матчам, а это, мне кажется, вообще огромная проблема, окей, понятно, там, временная рефлексия у него, вроде как, еще есть, но, по мне, это просто такой плевок в глаза футболиста, который, ну, не знаю, в моем понимании, если тренер, это был такой человек, который, как бы, лидер, в любом случае, как бы, что бы ни происходило, он лидер, который всегда знает, или, по крайней мере, делает вид, что знает, как бы, что делает, но Валерий Георгиевич настолько был открыт, что, мне кажется, футболисты могут его, как минимум, не понять, и, опять-таки, самое важное, футболисты в России могут его не понять, Валерий Георгиевич правильно говорит, что у нас в России футбол, это не столько игра, сколько битва, то есть, это настоящий бой, надо, ну, мы все видели Федора Кутришова, который, там, не применил, может быть, футбольную хитрость, а решил, что надо биться, бороться, а то скажут, что не мужик, и действительно бы сказали, что не мужик, потому что, все это правда, что все, что говорит Карпин, значит, того, что футбол это битва, вот, ну, и раз у нас футбол битва, показывать футболистам, что ты, дескать, полевой командир, так называемый, не знаешь, что делать, то, что ты загнан в тупик, мне кажется, это огромное, просто огромный удар по доверию, и боюсь, что в марте, если Карпин продолжит, как бы, работать в команде и будем готовить команду к стыковым матчам, то футболисты могут перестать его слушать, перестать доверять и вообще не понимать, что происходит, вот. Но, если вдруг Карпин сумеет все перевернуть, а самое главное, я думаю, большой вот этот вот момент переворачивания ситуации, это было бы приглашение Артема Дзюбы, какое-то там урегулирование всех конфликтов, если это удастся, возможно, как бы, Карпин сможет успешно продолжить работу в сборной, и мне многие говорят, что я, мол, черчесофил, и вообще я, да, очень сильно против Карпина, я в целом был против него, как бы, изначально, потому что я не видел причин для отставки Черчесова, ну, таких весомых причин, так скажем, и мне не понравился изначально тот футбол, который ставил Валерий Карпин в сборной России, и практика показывает, что вроде как я был прав, потому что с таким футболом результата добиваться не получается, по крайней мере, именно вот в короткие сроки, как я говорил, вот, и в такой ситуации, на самом деле, почему бы и не пригласить Черчесова? Но, опять-таки, я говорю, если, как бы, вернуть Дзюбу, вернемся к, проанализируем, наконец-то, все то, что делал сборная России Станислав Черчесов, Карпин может даже позвонить Черчесову, как бы, окей, там, в сборной России шел жесткий такой протест против всего, что было связано хоть немножко с Черчесовым, вот, но я думаю, что сейчас надо об этом забыть и немножко политическую такую медийную битву завершить по-быстрому, вот, и это было бы полезно, если бы сейчас Черчесов и Карпин сработали вместе и смогли бы, может быть, вместе подготовить сборную России к мартовским играм, не представляю, как это возможно, вот, скорее всего, на самом деле, я лично считаю, что все-таки смена главного тренера произойдет, потому что удар по доверию уже сделан, и, ну, все, слово не воробей, назад как бы не воротишь, вот, и ситуация, на самом деле, сейчас в сборной России, несмотря на то, что мы сохраняем шансы на выход на чемпионат мира, очень прискорбная, тем более, что, ну, вы видели, я думаю, все соперников, соперники просто жесть такие сильные, мы можем, конечно, надеяться на то, что в полуфинале нам победится Северная Македония, но дальше это может быть и Португалия, и Италия, и других команд еще полным-полно, которых сборная России, к сожалению, на данном этапе пройти, ну, просто нереально. В общем, предлагаю надеяться на чудо и на смену главного тренера, если честно, потому что мне кажется, что доверие, как бы, тренера, вернее, игрока, игроков к тренеру, это очень важная штука, и Карпин сам сказал, что у нас футбол это не игра, футбол это битв, и он абсолютно прав, и именно поэтому в нашем футболе очень важно, чтобы тренер был лидером, способным всегда вести свою команду вперед, и если, как бы, тренер дает понять, что он не знает, что делать, ну, это немножко бьет по доверию, потому что, ну, а кто должен знать тогда, если я не тренер? То есть, если тренер не знает, да чем же он отличается от болельщиков, которые столько советов футболистам раздают перед и после каждой игры, что с ума сойдешь, вот, так что, ребят, я согласен, что у всех мнение разное, если вы считаете, ну, делитесь в комментариях, кто, на ваш взгляд, должен стать новым главным тренером сборной России, если вы считаете, что нужно оставаться Карпину, напишите, пожалуйста, почему, мне, правда, интересно узнать, каждому отвечу потом, потому что я лично аргументов, ну, вижу, вижу не так уж и много, и я, ну, именно уточняю, если вы считаете именно, что тренером должен остаться Валерий Карпер, а не просто каким-то клоуном или, ну, в общем, человеком, который просто развлекается их вокруг, но никак не приближает нас к победе в матчах, к выходу на чемпионат мира и так далее, вот. Вот, ставьте лайки, смотрите нас, смотрите новые видео, смотрите футбол обязательно, потому что в этом кроется вся истина, о которой я вам каждый раз рассказываю, и, ну, любите футбол, ведь это самая классная игра в мире. Это был Тимур Валеев, пока!